Жизнь во главе угла. Спасатели Бобруйска продолжают бороться с детским травматизмом. Служба МЧС делает все возможное. Как сохранить самое дорогое? Убежать от ответственности. В одном из хозяйств Могилевского района выявлен падеж скота. Недостача составила 106 голов. Сколько скрывался просчет в работе? От всей души в Бобруйском районе прошел фестиваль творчества для людей с особенностями. Капелька добра в море здоровья. Могли проявить свои таланты, познакомиться. Чем удивляли участники. А также завершение приемной кампании, рост сельхозпродукции и повышение зарплат. За первое полугодие увеличились реальные доходы белорусов. Насколько? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко дал большое интервью телеканалу «Россия». Интервьюером выступил журналист и ведущий общественно-политического ток-шоу «60 минут» депутат Государственной Думы РФ Евгений Попов. Разговор продолжался порядка двух часов. Глава государства подробно, искренне и открыто ответил на вопросы, которые касались широкого спектра тем, включая белорусско-российское сотрудничество, вопросы региональной и международной повестки дня. Обсуждались также отдельные аспекты внутренней политики, личная роль президента в развитии страны и его планы на перспективу. Могу сказать просто, вам надо в России и в Беларуси нам идти по стопам двух президентов. Вы видите наши отношения. Абсолютно близкие. У президента Путина ни с кем нет таких отношений, как с Беларусью. Это естественно. Тут ничего не надо придумать, никакой конспирологии. Мы союзники, этим все сказано. Это даже не в союзе дело. Как некоторые говорят, мы русские люди. Чем мы отличаемся, белорусы, от русских? А ничем. Я когда-то в шутку говорил, белорусы, а те же русские со знаком качества. Ну так, в шутку. Ничем мы не отличаемся. В конце журналист поделился своими впечатлениями от разговора. Евгений Попов отметил, беседа была очень обстоятельной и конкретной. Интервьюер также констатировал, Беларусь сейчас находится под огромным давлением и тем более впечатляет взвешенный подход Александра Лукашенко по соответствующим вопросам. Преступление и наказание. В одном из хозяйств Могилевского района выявлен падеж скота. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями установили. Заместитель директора давал незаконные указания подчиненным вносить в отчеты заведомо ложные сведения. Скрывать недостатки в организации работы, предприятия и избегать ответственности получалось на протяжении 8 месяцев. Недостатки составило 106 голов крупного рогатого скота на суммы свыше 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Запрет на въезд, актуальная услуга и первый раз на первый курс. В колледжах республики завершилась приемная кампания. Сколько человек набрали? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Производство сельхозпродукции в Беларуси за 7 месяцев текущего года увеличилось на более чем 18%. Высокий рост продукции сельского хозяйства обусловлен опережающими темпами уборки зерновых и зернобобовых культур. На долю сельскохозяйственных организаций приходится почти свыше 97% объема скота и птицы в живом весе. 98% молока и 86% от производства яиц. В колледжах республики завершилась приемная кампания. Основное новшество 2024-го сокращение сроков приема. Однако на некоторые специальности сельское хозяйство ветеринария подать документы можно до 10 декабря. Всего для получения среднего специального образования планируют принять 39 тысяч человек. За первые полугодия реальные доходы беларусов увеличились на 9,6%. В общем объеме большую часть занимает оплата труда 65%. Пенсии, пособия и стипендии и другие выплаты 22%. Прибыль от предпринимательской и иной деятельности без малого 8%. Статистические данные сформированы за вычетом налогов, сборов и взносов. Скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги. С 16 августа въехать в Литву будет невозможно. Вильнюс распространил запрет на пересечение границы на все легковые авто, зарегистрированные в Беларуси. Машины с госномерами, которые находятся там сейчас, должны покинуть страну до 18 января 2025-го. После этой даты водителей ждут штрафы и конфискация транспортного средства. Возможность поставить ребенка на очередь в детский сад через единый портал электронных услуг появится в Беларуси. Нововведения ждут в столице и регионах, чтобы разгрузить управление по образованию. Заявление родители смогут отправить через личный кабинет. Процедура запланирована на этот год. Крыша над головой. Молодые специалисты Бобруйска могут претендовать на арендное жилье. Независимо от даты прибытия новоиспеченных работников, которые приехали по распределению или договору целевой подготовки из других населенных пунктов, есть уникальные возможности. Кроме того, наниматели могут устанавливать денежную помощь, выделять средства для компенсации затрат. Бобруйск предлагает большой выбор арендного жилья. Есть определенные категории граждан, имеющие первоочередное право на такое предоставление. Такие категории граждан определены в статье 111 ЖК Республики Беларусь. Информация о наличии арендного жилья, а также о сроке обращения за его предоставлением размещается на сайте Бобруйского госполкома, а также на информационных стендах службы «Одно окно» Бобруйского госполкома. Жилье предоставляется в различных районах города, как благоустроенное, так и требующее некоторого ремонта. Понесенные затраты возмещаются путем невзимания оплаты за пользование арендным помещением. В шаговой доступности магазины, детские сады, школы, секции по всевозможным направлениям. Летние каникулы заканчиваются, однако тема детской безопасности остается актуальной как никогда. Время от времени СМИ продолжают пестрить страшными заголовками. Бобруйские к решению проблемы подходят комплексно. О том, как не допустить непоправимого, Юлия Вернер. У стихии нет сердца. Буквально несколько дней назад в Слуцком районе на пожаре погиб 11-летний ребёнок. Дабы предотвратить трагические последствия, спасатели регулярно общаются с подрастающим поколением. Отличный пример профилактической работы – республиканская акция «Каникулы без дыма и огня». В этот раз огнеборцы приехали в оздоровительный лагерь Щаткова. Сотрудники МЧС рассказали о том, как правильно безопасно сходить в лес и отдохнуть у водоёма. Служба МЧС делает всё возможное для того, чтобы жизнь наших детей стала ещё безопаснее. Ребята остаются с положительными эмоциями, с сознаниями по безопасности. Жизнь в них становится ещё ярче, счастливее. И они понимают, что действительно они в надёжных руках, они в безопасности. Детям наглядно показали, как работают пожарные. И дали самостоятельно воспользоваться огнетушителем, поуправлять напорным рукавом. Сегодняшняя встреча мне очень понравилась. Очущения прям зашкаливают. Я в первый раз стреляю из огнетушителя из пожарного ствола. Показывают, как спасатели спасают детей, людей, вообще всех на нашей планете. Провели с нами беседу, собственно, показали, как работает огнетушитель. Мне очень понравилось. Конечно, тумана было очень много. В принципе, чеку и пломбу очень легко снять. Конечно, только огнетушитель тяжеловатый. Холодная глубина. Множество опасностей таит в себе вода. В этом году от утопления погибли 17 несовершеннолетних. Тем не менее, подростки часто забывают. Со стихией шутки плохие. Трагический случай произошёл в Бобруйске в начале июля. 17-летний парень, решивший на спор переплыть Березину, утонул. Спасатели регулярно проводят рейды, напоминая о главных правилах. В этом году у нас основная причина – это купание, как правило, вне оборудованном месте, вне пляжа. Недостаток контроля за детьми у нас. В первую очередь, родители должны знать, где находятся их дети и чем они занимаются. Берегись автомобиля. Особый риск для жизни представляет проезжая часть. В Бобруйске с января по июль в ДТП пострадали шесть несовершеннолетних. Из них три пассажира, два велосипедиста и один пешеход. Сотрудники ГАИ постоянно напоминают о соблюдении правил безопасности, проводят рейды, отрабатывают аварийно-опасные участки дорог. ГАИ Бобруйска на протяжении всего летнего периода проводит акции с несовершеннолетними участниками дорожного движения. Инспекторы рассказывают о правилах перехода проезжей части, управления велосипедом и электросамокатом и напоминают о том, как важно знать и соблюдать правила дорожного движения. От внешних причин ежегодно гибнут порядка 150 детей. Утопление, выпадение из окон, пожары, ДТП – далеко не полный список ситуаций, которые могут привести к трагедии. Важное напоминание для родителей – никакие дела не стоят жизни своего ребёнка. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Радость и веселье. 15-й фестиваль творчества «Капелька добра в море здоровья» прошёл в Бобруйском районе. Местом притяжения стала деревня Петровичи. В этом году продемонстрировать свои таланты приехали более ста участников. Сотрудники Дома народного творчества с радушием распахнули двери, провели экскурсию по местному этнографическому музею Спаджина и организовали на лесной поляне выставку декоративно-прикладного искусства. Основная задача данного мероприятия является помочь социализировать людей в общество, чтобы люди с инвалидностью могли проявить свои таланты, познакомиться, обрести новых друзей. Новые впечатления, новые взгляды на жизнь и общение. Когда нас приглашают на сигареты, мы и дома не остаёмся, мы стараемся не пропускать. Фестиваль «15 лет» даёт возможность каждому участнику зарядиться позитивной энергией, найти вдохновение. Маленькие капельки добра и творчества превратились в море любви, радости и творческого счастья. И вновь кроваво-красная линия, вторжение в Курскую область, как вбросы дезинформации в соцсети сеют хаос среди населения, кто планирует из трагедии снимать только пенки. И что дальше? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!